С экстренной новости начнем. О травилях основателя фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Произошло это сегодня утром. Политик летел из Томска в Омск. В самолете ему стало плохо. Вот сейчас вы видите кадры, где в аэропорту Омска Алексея Анатольевича, потерявшего сознание, перегружают в карету скорой помощи. Его увезли в больницу. В данный момент человек находится в реанимации. По информации из его штаба, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких предварительный диагноз «Острое токсичное отравление». Честно, не хочется думать, что наш диктатор пошел по стопам своего белорусского коллеги. В Белоруссии нашли мертвым бывшего члена избирательной комиссии, который отказался подписывать итоговый протокол подсчета голосов на президентских выборах. Речь идет о 29-летнем Константине Шишмакове. Кстати, директором военно-исторического музея мужчина в Грудненской области трудился, не последним человеком был. Доподлинно не знаю, что произошло 9 августа в тамошнем Уике, но, видимо, такого насчитали, что Константин, возможно, просто не захотел воном участвовать. За него, впрочем, кто-то все же расписался, что, по словам родственников, вызвало шквал негодования у самого Шишмакова. Через несколько дней 15-го мужчина пропал. Позвонил жене, сообщил, что уволился с работы, возвращается домой, однако так и не вернулся, труп нашли спустя двое суток. Ух ты! А что, так теперь на демократических выборах в демократических странах спорные ситуации разрешаются? Нет, я ничего не утверждаю, но не кажется ли вам, что слишком много темных пятен вокруг тех выборов появляется? И пятна эти не в пользу диктатора, что зубами вцепился в свой трон и всеми правдами и неправдами пытается на нем удержаться, скорее неправдами. Начинаем! Знаете, на самом деле мне очень хочется, чтобы вот эту вот мою программу увидели не мои зрители, а те зазомбированные наглухо телевизором люди, которые ни черта о ситуации в Беларуси не знают и даже не пытаются узнать. Для них сказанное ангажированными халуями в ящике – это единственная истина, поэтому батька почти спаситель. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы данное мое обращение дошло до этих граждан и чтобы они, в свою очередь, хотя бы ненадолго отключили режим быка и хотя бы попытались проанализировать услышанное. Ну вот, для таких бонус. Откуда, откуда эта раболепная любовь, именно любовь, глубокое чувство к диктаторам, к правителям? Мы их любим. Любите своих детей, любите своих матерей, а не правителей, которые правят по 30 лет. Вопрос – а кто будет потом? Вы хотите Майдан? Нет. Я хочу, чтобы был закон, который правил страной, как это в цивилизованных странах происходит. Вы знаете, что в Бельгии, в Швейцарии люди не знают, как зовут их премьер-министра, потому что это неважно, это чиновник, а не бог. А еще меня пугает, и россиянам, к слову, эта история присуща, может быть, даже в большей степени, чем белорусам. Народ начал привыкать к скотскому отношению к себе. Избили несогласных с политикой партии и правительство, правильно избили, ибо нечего на начальство гавкать. Посадили кого-то за какую-то ерунду, за репост в соцсетях на 5 лет. Пятерку, как матерому уголовнику человеку впаяли. Толпа, так ему и надо, а то развели, понимаешь, либерастию. Пишут в своих интернетах, что попало. Интернет они представят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. А вот это вообще из свежего меня прям лихорадило, когда данная новость прилетела. Помните, года два назад пранкеры из Перми привязали к столбу в центре города куклу с лицом, похожим на лицо нашего президента, табличку. Повесили с надписью «Лжец, военный преступник». Причем фамилии Путина там вообще не фигурировало. Куклу звали Пыня. Ребята, в общем, устроили своеобразный троллинг на тему неотвратимости наказания для всех в случае совершения человеком преступления, даже если этот человек является высшим должностным лицом. Итог. Парни осудили за хулиганство. В начале недели огласили приговор. Один получил год условно плюс год испытательного срока. Второй вообще в колонию на два года поехал. У меня вопрос. За что? За что? Вот дабы вам было понятнее. Знаете, за какие преступления также два года предусмотрено? Просвещаю. Причинение смерти по неосторожности. Нанесение тяжких телесных повреждений. Угроза убийством. Побои. Похищение человека, а еще кража. Мошенничество. Объясните мне кто-нибудь, возможно ли в данной ситуации говорить о равнозначности содеянного? Один куклу, похожую на Путина, к столбу привязал, а второй кого-то покалечил или похитил и удерживал в подвале неделю без еды и воды. Оба поехали топтать зону на два года. В голове не укладывается. Кстати, вот дети у меня во дворе снеговиков лепят зимой. Тоже на пару лет за решетку их отправлять давайте. Но, господа, беда в том, что ватник, из которого мерзкий Соловьев выбил все человеческое, обязательно скажет, да, так будет справедливо. Тогда простите, дорогие мои, но так получается, что когда вы выходите 9 мая отвечать, а отмечать некий праздник со слезами на глазах, вы, похоже, рейх оплакиваете, нет? Это реальная журналистика, и все-таки я настаиваю. Давайте научимся решать свои проблемы, а потом уже начнем совать нос в чужие. Поехали! А следующую тему я поднимал в одном из предыдущих выпусков, но она неожиданно для меня получила продолжение. Причем не в плане того, что чиновники ситуацию усугубили. Я обалдел от, простите, тупости наших граждан, которые начали все это дело комментировать, и в конце концов перевернули историю с ног на голову. Итак, правительство России направило 10 миллионов долларов на организацию питания для школьников Кубы и Никарагуа. Почти миллиард рублей. В то же время для российских школьников на то же питание правительство потратит 22 миллиарда, и этих денег хватит лишь на учеников в начальных классах. Ой, что началось. А в чем проблема-то? Ну, нашим же дали. И дали гораздо больше, чем чужим. В чем твое недовольство? Ну, если люди так и не поняли, хорошо. Как соплякам, давайте разжую еще раз. Наши чинуши выделяют деньги на детские обеды в школах. Этих денег хватает только на самых маленьких, для учащихся первых-четвертых классах. Видимо, пятиклассники и старшие уже есть не хотят, или способны сами зарабатывать. Впрочем, истинная причина явно не в этом. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это. Вот именно. Зато на чужих детей деньги есть. Раз, и нашелся почти ярд. Нам же его больше не на что потратить. Кстати, сюда же давайте тоже включим. Мэр Вологды предложил депутатам отказаться от обязательного ношения школьной формы детьми из-за нищеты родителей, которые просто не в состоянии позволить себе эту форму покупать. Анекдот, блин. Дожили. А Владимир Владимирович в это время десятками миллионов долларов разбрасывается. Чужим ребятишкам помогает. И это его инициатива находит положительный отклик в обществе. Рабы аплодируют. Дурдом. Скажите, что вы сейчас видите из этого кабинета? Вы знаете, из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. К нашему глубокому сожалению, есть определенное чувство тревоги, потому что... Прошло 20 лет. Что можно увидеть из того же кабинета? Да все то же самое. Ничего не поменялось, разве что люди оскотинились. Теперь они готовы это терпеть. А так у нас стабильность. Кстати, про оскотинились. Во вторник наш великий кормчий снова заговорил о росте российской экономики. Я, когда это услышал, чуть со стула не упал. Экономика будет расти. Сказал, уже растет. Слушайте, это либо уже старческая, либо совсем нас заедетов считают. О каком росте экономики можно говорить? Нам впору караул кричать. Для особо одаренных расшифровываю. У нас экономика сырьевая. Мы за счет нефти и газа всю дорогу живем. А в начале года цена на углеводороды рухнула в ноль. С тех пор ничего не изменилось. Да, немного выровнялись цифры. Но благодаря чему? Объем добычи сократили. Потому что в несколько раз. То есть продавали столько, а стали продавать вот столько. Потом начался коронавирус. Два месяца. Вся страна вообще по домам сидела. Никто не работал. В мае гайки чуть ослабили. Но совсем чуть-чуть. Малый бизнес, всякие ресторанчики, магазинчики, бутики, торговые центры полноценно начали функционировать. Вот, три дня назад, с 18 августа. И то не везде промышленность стоит по сей день, а границы закрыты. То есть еще раз. Страна полгода не работает, а экономика каким-то образом растет. Человек в своем уме вообще лопотать такое? Впрочем, я уверен, среднестатистический телезритель, простите, россиянин, со мной не согласится. Они же в любой бред Головнюка верят. Мне страшно становится, друзья. В кого у нас людей уже превратили в приматов? А впрочем, вам решать, как говорит один мой коллега, быть или... Или идите лучше в соцсети, залезьте, позырьте, чем там, что там в Беларуси происходит. Мы же страна вуайгеристов и Вечного Дома 2. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я засим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok